Дневной разворот Поздравляем с этим днем И с этим праздником Интересно, как ночь прошла, как там купания прошли Вчера мы этому эфир посвящали Три места у нас было Надо было сегодня утром эфир посвящать По свежим следам, тогда было, наверное, интереснее Замечательного вам дня желаем Удачного завершения рабочей недели В 12.05 у нас будет Программа «Культ поход» традиционная для пятницы Сегодня к нам придет в гости Руководитель Центра современного искусства Горилея Прогресса Дмитрий Шелеев Будет рассказывать по традиции о мероприятиях Галерейных, кстати, крещению сегодня Будет посвящена программа «Союз нерушимый» После 13.05 Ну а прямо сейчас мы приветствуем в нашей студии Антона Касанова, историк, кандидат исторических наук Соавтор проекта «Пешком поведке» Добрый день Сегодня как-то и город выглядит иначе Давненько не было солнца Я же говорил, у нас в 2017 году Было на весь год 57 солнечных дней Понимаешь, немного же Живем мы во мраке В этом году, по-моему, это четвертый Солнечный день, вот так, по моим воспоминаниям Если ошибаюсь, меня поправьте Но максимум четвертый, мне кажется Что мрак, господи Что хуже, мрак Внешний или мракумственный Моральный какой-то Ну вот как раз, по-моему, об этом мы сегодня Будем, наверное, и говорить Да Про тоже такие мрачные сине-серые цвета Да, это уже не первый случай, когда Антон приходит к нам И мы беседуем о том, как меняется облик нашего города Вот печально пока, да Как-то в печальных тонах мы обо всем этом говорим На этой неделе стало известно Что будет ремонтировано здание авиационного технику Напомним, что находится Располагается оно по адресу Октябрьский проспект 97 Это перекресток Октябрьского проспекта Я не помню Роза Люксембург, по-моему Да, там немножко путают в этих улицах Деньги выделены на ремонт этого здания Из президентского резервного пола Владимир, смотри, вот начиналось-то все как Начиналось с красивой, классной новости Выделили деньги на ремонт Да, понимаешь, сразу какое-то Можно ликовать Я на самом деле сильно обрадовался Потому что это здание, оно очень красивое, да Оно как бы, ну, вписано в наш город Оно давно существует Оно сделано в стилистике такой, конечно, специфической Но, тем не менее, мы к нему привыкли Мы, я думаю, ну, наконец-таки, да То есть улыбка Улыбка, радость Первая реакция была улыбка Потом еще сказали, что лесотехнический колледж Там быстро лесопромышленный Да, лесопромышленный Где я детство вообще провел Вот под этим шпиль мне казался, знаешь, выше Кремля Я же маленький был У меня это воспоминание о городе Кирове Да, вот такое детское Там у меня рядом деда огород был Я лежу на этом огороде Смотрю, а вот этот шпиль Я думаю, ну, наконец-таки Это место станет суперкрасивым Да, вот Первая реакция, по-моему, у всех была Радость Да, безусловно Это, безусловно, вызывает Только самые положительные эмоции всегда Когда выделяют деньги на реконструкцию зданий Потому что это действительно очень важно Но, к сожалению, так получается, что Здесь важна не только сторона того, что выделены деньги Но и то, как их потратить А вот с этим у нас в стране всегда возникают Ну, не всегда, по крайней мере, часто Определенные проблемы Потому что мало получить финансовую поддержку Но очень важно ее грамотно израсходовать Чтобы было все конструктивно И с различных сторон дела подойти к этому непосредственно В общем, радуемся, смотрим куда-то вверх А потом, знаете, взор опускаем вниз А потом постепенно начинаем Понимает, да, когда доходит уже то-то-то-то А потом уже появляется конкретный проект Вот здесь вот уже какой-то ступорный Проект, надо упомянуть, выложил сообщество ВКонтакте Строим Киров И вот тут-то улыбка сменилась Ну, какой-то гримасой Что же там такое, Антон? Раз вы наш гость Рассказывайте, что же планируется Ну, вот здесь нужно отметить несколько аспектов Во-первых, это достаточно странно Что подобный проект, опять же, выложил Строим Киров Я напомню, что Когда было громкое дело в 2014 году Островительство торгового центра Крым Или Диван, тогда его так называли То тоже проект нашли и выложили Строим Киров А не кажется ли вам логичным, что подобные проекты должны выкладывать на всеобщее обсуждение И в определенные сроки, до принятия решения Все-таки определенные органы власти, которые за это отвечают Потому что есть определенные процессы Да, и сначала обсуждение должно быть конструктивное Принятие точек зрения различных А потом уже принятие решения Тем более, когда речь идет о таких объектах, как бы центральных Вот тот же Крым, если брать, да, это такой перекресткообразующий объект получился Он находится на красной линии и в зоне исторической застройки Тот же техникум эмоционный, он находится как бы в очень таком интересном районе Да, и он на себя тоже очень сильное внимание привлекает Потому что рядом жила Эдома и стадион Серьезный исторический Такой объект, который как бы образуется этот микрорайон И уж тем более, мне кажется, надо это все обсуждать Безусловно Здесь, конечно, вопрос, который встал далеко не сегодня и не вчера Это постепенная деградация всей сферы градостроительства Дизайна внешней среды в нашем городе Это полное непонимание того, какие есть особенности градостроительной ситуации здесь Непонимание того, что визуальная среда очень сильно влияет на человека И вы говорите про солнечные дни Это здорово, в солнечные дни хочется поднять голову Посмотреть на те здания, которые нас окружают На вообще все окружающее пространство И зачастую хочется опустить голову и вообще не смотреть на все это И хочется, чтобы не было этих больше солнечных идей И все снова стало серым Здание не видно, здание находится под рекламой Либо здание упакованное в так называемую туалетную плитку Строительные материалы современные Ладно бы, если бы это происходило с какими-то зданиями Построенным в последний период, да, постсоветский Но у нас и дореволюционные особняки Закутаны в сайдинг так плотно, что Никто уже не может сказать, это дореволюционный особняк Или что это Похоже на какой-то сарай Ну, по крайней мере, когда меня сын спрашивает Папа, этот дом-то исторический Я так, значит, теряюсь Потому что я знаю, что дом-то исторический Но он уже сайдингом так укрыт, что как это объяснить Иначе мне придется говорить Самый яркий пример это на улице Преображенской Бывший Энглиса Особняк вот Свешникова Которому, конечно, венерологический диспансер Находится тоже пример совершенно воровской реконструкции Я как раз мимо него и проходил, да Для того, чтобы понять, что этот дом имеет большую историю Он связан с именем Александра Прозорова Самого главного вятского мемуариста Он был владельцем этого дома Нужно зайти внутрь квартала И там одна стеночка сохранилась Которая показывает, что у него был блестящий второй этаж С потрясающими деревянными наличниками Очень интересными элементами архитектуры И вот эта вот обделка зданий Современными строительными материалами Совершенно неуместная Она появилась далеко не сегодня То есть эта практика встречалась Но в последнее время она используется настолько часто Что создается впечатление, что Другого способа реконструкции, ремонта зданий У нас просто нет То есть когда говорят о реконструкции Это значит, давайте туалетной плиткой обобьем И все Больше нету никаких решений Но это очень странно Может быть было как? То есть попробовали в одном месте Ага, народ смолчал Нормально, да? Съели Попробовали в другом Опять тишина И поехали А давайте сейчас к народу обратимся Уважаемые слушатели Вы смело можете участвовать в нашем разговоре 211-101 Номер нашего прямого эфира Согласны вы с мнением Как сказал Антон Касанов сейчас Что мы деградируем В плане внешнего облика Исторических зданий Что-то мы как-то не так поступаем Вот что касается авиационного техникума Если вы еще не слышали Не видели эту информацию То его собираются облицовать синей плиткой Синей плиткой Сине-серой Антон употребил слово Туалетная плитка Ну это так называют в народе То есть это не придумал Так называют в народе Потому что обычно такая плитка Вот такие отделочные материалы Используются для декора подсобных зданий Каких-то, да? То есть склады какие-то, да? И так далее То есть это совершенно непрямую К образовательным учреждениям Это среднее учебное заведение И там люди воспитываются Они получают квалифицированное знание И на них важная внешняя среда И это действительно очень важный элемент Нашей жизни Еще же нужно учесть то Что это особый участок города Да? По советской застройке Там ровный ряд линий Сталина Построенных архитектором Главным архитектором нашего города Никитой Ивановичем Козловым Все в определенной пропорции Не высокая этажность Не низкая, ровная достаточно улицы Козлов-творец Октябрьского проспекта Который вот сейчас у нас разделяет Ту сторону, где авиационный техникум И другую, где сталинки Все единый цвет Единая цветовая гамма Единая этажность И это здание авиационного техникума Оно было построено там Одним из последних В 1966 году Но тогда Козлова уже не было У власти архитектурной Но его последователи Они ведь не сделали что-то Из ряда вон выходящее Они все сделали Очень гармонично Писали И использовали элементы внешнего декора Вот то самое с графитто Которое сейчас Расположено на южном И на северном пределах техникума И мы очень за него переживаем Потому что, скорее всего При реконструкции О нем не будет Уделено никакого внимания То есть его либо собьют Либо выкинут Либо там Оно окажется внутри Этих строительных материалов И оно будет деградировано Обобьют его там Изображение лиц, насколько я помню Там очень интересные такие рисунки Это известный очень у нас художник Мастер мозаических декоров И с графитто Его фамилия Удов Удов Очень интересный человек Он вам известен Наверняка как автор Вот этой бабушни с караваем На южном фасаде Гостиница Вятка И печально, что Удов У него в советский период времени Так получилось, что закрасили Его с графитто и мозаики Была, например, на торцевой стенке Прокуратура его очень красиво С графитто Закрасили при ремонте Потом последняя оставалась Вот здесь вот на Вятке Его тоже закрасили при ремонте Потому что тоже ремонт Не учитывал вот эти особенности А ведь это один из символов Советского Кирова Люди с вокзала ехали Видели это И вот теперь последнее Что осталось на авиационном техникуме Видимо тоже ждет Вот такая печальная судьба Если сейчас этот вопрос Не будет решен В каком-то конструктивном Скажем так, ключе Так, к нам уже присоединились Наши слушатели Добрый день Добрый день Вы в эфире Как вас зовут? Здравствуйте Меня зовут Татьяна Меня, конечно, очень волнует Как выглядит здание внешне Потому что это отражается И на настроении И на здоровье Только если посмотреть Как облицовано здание новое В районе физкультурного центра И бассейна Около Серафимовской центра Там такая высотка черная Это, ну, для нашего северного города Я считаю, вообще неприемлемая Такая внешняя облицовка Даже если мы возьмем Вот 18-этажное здание И рядом И исторические У нас было такое красивое здание Где сейчас Юникс На профсоюзной 11 И все это Плиточкой Все это изменено Ну, в общем Город теряет Своё лицо И в самом деле Я поддерживаю Что это Туалетная плитка Также изменяются Здания Облицовываются В районе Магазина Север Они Конечно Были старенькие Но это было Представляло лицо И эпоху Но кроме Вот этой Облицовки Это ужас Что делают Когда кладут Плитку На Вместо асфальта Потому что Фундаменты У старых зданий Они не бетонные Они кирпичные Зачастую И вот Это всё Потом будет Разрушаться И кроме того Что у нас Внешне Очень меняют Дома Вот я живу На Ленина 6 У нас были Азбестовые Трубы Вентиляционные И не гнила Крыша Сейчас Под самые Бревна Подвели Пластик Куда делись Наши трубы То есть У нас Не только Внешне Но у нас Внутреннее Здание Портят Невозможно А потом Вот что Строят Эти новые Дома С этими Утеплителями Которые Прогорают Вот в каком-то Городе Сгорел С какого-то Этажа Там ещё Ну похоже Этажей 5 Или 6 Прогорело Но это Для северного Района Как бы Это вообще Неприемлемо А у нас Такая застройка Татьяна скажите Пожалуйста Потом меня ещё Интересует Татьяна простите Нам нужно Сейчас будет Скоро прерваться Простите Что не успеем Дать вам Высказаться А вы задавались Вопросом Почему так Происходит Почему Я вообще Не понимаю Что у нас Есть архитектор Или нет Какие он Проекты Разрешает Около Двухэтажек Строить 18 этажки Там же Все коммуналка Уходит А вот этот Красивый Солнечный Берег Там у меня Внизу У знакомых Гаражи Где у нас Там Вересники Они говорят Да к берег Едет И что дальше Будет с этими Домами Татьяна Спасибо Спасибо Разделяем Ваше беспокойство Прошлись по всему городу На мой взгляд Перерывчик Небольшой Продолжается наша беседа У нас в студии Антон Касанов Историк Соавтор проекта Пешком по ветке Мы сегодня говорим О внешнем облике В очередной раз Нашего города И конкретно Здание авиационного техникума На Октябрьском проспекте 97 Его собираются реконструировать Что хорошо В общем-то Оно выглядит Сейчас неприглядно Обшарпанный фасад Насколько я помню Ну да Оно выглядит конечно печально Тем более что Один из графитов Закрыт баннером Большим То есть это значит Что тоже Что там с ним происходит Вообще непонятно Странно что до сих пор У нас не сложилась Достаточно рациональная Точка зрения о том Что советская архитектура Советское монументальное Настенное искусство Это живопись Это мозаики С графит То и так далее Это очень важные На самом деле Аспекты Нашего наследия Культурного Это уже история Это уже история Это нужно ухаживать за этим Безусловно С этим нужно работать Но у нас такое отношение Совершенно наплевательское Я вижу у контролирующих органов У тех кто заказывает Подобные реконструкции Ведь даже не возникла идея Каким-то образом Эти из графитов Писать новый дизайн здания Даже видимо не возникло Нет понимания Что это важно Но почему так происходит Мне непонятно Ведь это все-таки Учебное заведение Это учреждение образования И всегда у нас Очень мощные интеллектуальные силы Были в образовании Не случайно Многие образовательные учреждения Как раз и украшены Важными элементами декора И позапрошлом году была история Если не ошибаюсь Это 18-я школа На филейке располагается Там на здании Были очень красивые элементы Лепнины С словами Владимира Ильича Ульянова Ленина Учиться Учиться Еще раз учиться И так далее Так вот это все сбили И я тогда позвонил Директору школы Она сказала Ну а зачем это все Ну а сейчас уже другое время Уже все изменилось И учиться И учиться И учиться Не надо стало Неужели этот лозунг Не актуален Так может быть поэтому У нас такие проблемы В сфере годостроительства Архитектуры Потому что там нужно учиться Понимать Пытаться Как-то сопереживать Всему этому Чтобы все это преобразовать И чтобы все это сохранялось Но нет желания Работать с этим системно И все делается Тяп-ляп Ну плиткой Об объем Какая разница Какого века здания Какого она хронологического Периода времени Вот 28-я школа Это вообще Какого времени здания-то Это же была Сталинская архитектура Достаточно красивая Сейчас смотришь Такое ощущение Что позавчера построено То есть проблема Носят системный характер Она никоим образом не решается Теряешь индивидуальное здание Это понимаешь Оно было индивидуальное здание Сейчас оно стало типовым Потому что вокруг Вот этих вот Туалетных вот этих зданий Куча И такое ощущение Что их просто Под копирку понаставили И все Хотя здание Кто-то ведь разрабатывал Очень красиво смотрел В том-то и дело Это еще память О наших архитекторах Которые Видите Вот я рассказывал Про Никиту Козлова Человек был пришлый Он приехал к нам Из Ленинграда Но он очень грамотно Здесь произвел ряд решений Тот же Октябрьский проспект Те же Сталинки Козловские Они каждая С своим индивидуальным решением С Лепниной и так далее А ведь его никто Не заставлял так делать Он мог бы настрогать Там типовых Но он пытался Город преобразовать Чтобы город стал красивым Вот этот советский город Чтобы у него было свое лицо И Октябрьский проспект Это как раз и называли Лицом города Да Потому что Он был новым У него была разная застройка В южной части Это уже эпоха модернизма Гостиница Вятка Там ЦУМ Цирк и так далее В северной части Это вот Сталинская архитектура Послевоенного Кирова Тоже красиво Тоже интересно Странно Что мы не пытаемся Это сохранить для потомков Потому что Ну я считаю Это мое личное мнение Что для нас должна быть важна И вятская архитектура Древолюционная И советская архитектура Да А уж про современную архитектуру Без боли говорить нельзя Да То есть Здесь ну полная деградация Это все понимают Люди звонят Вы сами видите Какое отношение Кстати насчет звонков У нас еще звонок в студии Давайте примем Алло Добрый день Мы слушаем вас Как вас зовут Здравствуйте Я с Антоном Меня зовут Татьяна Я город Киров Я согласна с Антоном Полностью Подносительно 28 школы Я еще Где-то Год тому назад Говорила Что это здание Похоже на Технический склад Цвета детской неожиданности Очень точно Я вам скажу еще больше Там ведь когда плиткой Обложили Спортзал Начал Плесень Пошла Это ведь об этом молчат А ведь в этой плесени Это дети А у кого плохие Легкие Это что такое Так вот мне кажется Знаете Антон До тех пор Пока у нас Не будет Вот Закон действовать Что Выигрывают Тендеры Те кто Меньше всего Даст Затраты У нас будет Все такая Бека И мне кажется Что вот как раз Детские Детские Здания Вот школы Детские Собиясли Нужен Какой-то Отдельный закон И ни в коем случае Нельзя Вот этими Плитками Туалетными Обкладывать Ни в коем случае Вот вы помните Пройдите на Энгельса Где сейчас Доходится Айтишное здание Политеха Они отжали Вот там была школа Здание какое Инженериум Вы имеете ввиду Нет напротив Ну вот такое Красное здание Это же школа была Это была школа Красавица И любую школу Вот вы придите У каждой изюминка В советское время Была А я тут недавно Была знаете где В черной холунице Я посмотрела Какая там школа Вы себе не представляете Какая архитектура Какая это все Вместе Продуманная площадь Вместе С архитектурой А сейчас Это почему А понятно почему Временчики Потому что И потому что Закон Кто меньше платит Тот и пойдет И поэтому Вы знаете Антон Мне просто Я вас уважаю Я очень Как профессионала Вас уважаю И много раз Была у вас На ваших экскурсиях Но тут Тут ничего Не поделаешь Мне кажется Тут ничего Не поделаешь С плеткой Обух Не перешибешь Шибешь Да Татьяна Спасибо Я вот согласен С этим мнением Но действительно Очень грамотно Я хотел сказать Что да Вы правы Во многом И здесь Мы возвращаемся К вообще Вариативности Архитектуры Современности Что можно Может быть Рассмотреть вопрос О том что За небольшие деньги Но можно сделать хорошо Не шикарно Не роскошно Никто это не заставляет Строить дворец На месте авиационного техникума Но сделать с умом Это можно сделать Я в этом твердо убежден Я здесь могу сослаться На мнение Артемия Коробова Нашего архитектора Который вот недавно Одному из информационных порталов Дал свой комментарий Насчет облицовки Как раз А я могу процитировать Так он там сказал О том что Вполне возможно Сделать это все нормально Есть все технологии Даже недорогие технологии Но просто видимо Нет желания Сделать это хорошо Вот чем дело Я могу полностью процитировать Да Это портал Дом 43 Проект конечно показательный Для нашего времени И сложившихся обстоятельств Выглядит так Как будто выполнен В стилистике евроремонта Для казенного санузла Вот опять санузь Это как иначе-то Разработанной бригадой Отделочников По минимальной исходной цене Администрации Скорее всего пришлось Принять проект Потому как согласно 44 федеральному закону Они обязаны Одобрять самые дешевые Контракты Кто меньше заплатил Тут собственно У нас еще Гость в студии Появился по телефону Добрый день Еще одна Татьяна у нас Сейчас будет Нет? Алло Как вас зовут? Это Роман Да, Роман Слушаем вас Ваше мнение Я благодарен Антону В частности Как житель Октябрьского 66 Когда он выходил Организовал митинги И начиналась застройка К сожалению Меня не было в городе А то бы я тоже подключился А вот мое мнение Антону наверное Все-таки надо было Баллотироваться в Гордуму И отстаивать С позиции как депутата Как историка Потому что Многое зависит Виноват не первый Первое лицо Города Или области Виноваты мы Сами кировчане Это благодаря нам Мы потеряли свой город Еще раз спасибо Антону Желаем успехов Ну как-то грустно Больно получается Потеряли свой город Нет В чем прав В чем прав Наш так сказать Позвонивший Что мы всегда Уже сталкиваемся с фактом То есть мы не можем Вступить Мы ставим перед фактом Мы на какой-то ранней стадии Вот мы просто радуемся Ага дали денег Мы только радуемся В это время Все уже происходит Мы уже стоим перед фактом Ага мы видим этот вот Санитарный узел Да новый на улице Оксевском проспекте Да Мы уже стоим перед фактом И что-то изменить довольно-таки сложно Потому что все торги проведены Договоры подписаны Что можно сделать Да я говорил об этом тоже вначале Что к сожалению На том этапе Когда этот проект Сплывает в общественном Публичном пространстве Уже сделать-то ничего нельзя Но в данном случае Я уверен Что кое-что можно сделать Это спасти из графита Это то что мы можем сделать И я знаю что Вчера сюда приходил Сергей Павлиныч Мамаев Был И он тоже был обеспокоен Этой проблемой И вне зависимости От политических воззрений Каких-то Да Политических позиций Я думаю что Многих жителей города Объединяет Эту любовь к его лицу К его архитектурному лицу К истории К нашему достойному Ты Мамаеву являешься на лицо Или все-таки города Нет я имею ввиду Лицу города Я не очень понял Нет здесь имеются ввиду Имена Поэтому я хочу призвать Спаси вот эту стену Всех кто может Сейчас повлиять на эту ситуацию Каким-то образом Спасти это панно Спасти это с графита Если это можно Куда-то его перенести Перенести Чтобы наши потомки Смогли Или по крайней мере Как-то вписать Вот этот вот Вписать Ну просто проблема в том Что Как мне пояснили Что вот поскольку Проект уже утвержден И под него выделено Финансирование То изменения в него Внести уже нельзя Опять же по этому Пресловутому закону Поэтому Здесь вопрос Стоит ребром Либо там это все ломают Замровывают И это все деградирует Либо каким-то образом Это можно будет преобразовать Что Это минимальное условие Такое Да Активной общественности То есть это можно сделать Потому что Мне кажется Возможно Что руководство Там авиационного техникума Я не знаю Кто эти люди Да Но они об этом Как бы до сих пор Может быть не задумывались Потому что для них Может быть это не так уж и важно Потому что все-таки Давайте объективно судить Что для них важно Это работа их организации Да Потому что Люди учатся И нужно обеспечить им условия Их тоже нужно понимать Их в принципе устраивает Любой ремонт Лишь бы он произошел Лишь бы Но это тоже не совсем правильно Потому что Я думаю что так Здесь есть разные аспекты Мы про них говорили Визуально составляющая важна Но на мой взгляд Здесь в первую очередь Должна быть очень активная позиция Наших министерств культуры Управления градостроительства Что сказала по этому поводу Ирина Васильевна Рубцова Ничего Начальник управления А что Никакой как бы тоже реакции нет Хотя Ну вот со стороны Министерства культуры Мне кажется тоже должно быть Какое-то мнение То есть важны для нас Эти объекты или не важны Но мое мнение Что не важно Я хотел бы сказать так Что все таки Радиостанция наша Обратилась в правительство Наши любимые Да И в пресс-службу И в социальный блок С просьбой все таки Объяснить как все это происходило Откуда взялся этот проект Как происходило утверждение Просто вот на данный момент Пока ответ мы не получили Но как только получим Мы обязательно Обязательно опубликуем Да Наши коллеги Службы новостей Обязательно расскажем Что за ответ будет Что звонок примем Да звонок примем Еще успеем наверное Добрый день Как вас зовут Да здравствуйте Меня зовут Александр Я 10 лет назад Учился на первом курсе Авиационного техникума И тогда еще не было Вот этого баннера Преслаутова Но Штукатурка уже обваливалась Ну я здесь согласен с Антоном Что это Системная проблема Но главным образом Еще В том что Это становится Обычной практикой И Таким же образом Многие люди Уже соглашаются С тем что Вся эта Облица Обсайдинг Это норма Вот И Эти люди Которые учатся В техникуме У них же формируется Вкус И через какое-то время Может быть Они уже будут говорить Что да Эти дома Это нормально Такие торговые центры Всюду Это норма Ну Это печально Печально конечно Потому что он был Говорит Я в таком техникуме Учился Он шайнингом Сделал Учреждение Образование Значит Это все нормально Да То есть мы Занижаем очень сильно Норму Меняем сознание Меняем вкусы Да Если сейчас Многие соглашаются С тем что Это норма И главное Чтобы Не было Обвалившейся Штукатурки А каким образом Это будет выглядеть Это уже второй вопрос Но Так не должно быть Спасибо Александр Александр Рассохин Если вы узнали Вам звонил Из города Москвы Ваш бывший коллег Вы Саша узнали Я Артема Щелканова Нашу Сукашич Все расспрашиваю По-моему Он прошел Неузнанным Ну Это хорошо В любом случае Хорошо Звучало Вот человек Который учился В этом учебном заведении Видите Воспитали Такого Грамотного специалиста Который сейчас Прославляет наш город Уже на федеральном уровне Да Саша Желаем успехов Он трудится На радиостанции федеральной Так у нас сейчас реклама небольшая Мы скоро продолжим Современную кировскую архитектуру Мы сегодня обсуждаем В программе Дневной разорот Вместе с Антон Косяновым Звучит так красиво Современная кировская архитектура Говорим мы о чем Или ее полное отсутствие На примере авиационного техника Архитектура все-таки Это искусство Это искусство 211-101 И давайте опрос напомним Все-таки у нас есть на сайте Опрос довольно-таки простой Реконструкция объектов Значимых для истории Облика Кирова Должна проводиться И четыре варианта ответа С учетом мнения всех горожан Первый вариант ответа Второй вариант С учетом мнения специалистов Историков, архитекторов Третий вариант Достаточно опросить Жителей ближайшего района Ну и четвертый Не нужно никого опрашивать Власти сами знают как лучше На сайте нашем 60% Это вариант ответа С учетом мнения всех горожан Это лидирующий А на странице ВКонтакте С учетом мнения специалистов Историков, архитекторов и так далее, почти 70%. Это варианты другого, не исключающие. Да, это компромиссный путь, конечно. Это даже не компромиссный, это правильный путь. Надо обсудить массовое, надо обсудить специалистов и сделать некие концепционные решения. А специалисты будут задавать собственную тонну, руководить этим процессом. Я хотел бы сказать еще о том, что на самом деле не нужно совсем уж сильно сгущать краски, хотя, конечно, ситуация патовая, она ужасная. Но есть все-таки примеры конструктивной реконструкции. Вот там звонила женщина вначале с замечательным комментарием, тоже полным боли по этому вопросу. И она акцентировала внимание на зданиях на улице Преброженском, Шенглеса. Там у нас дом политпросвещения стоит. Замечательный, который раньше располагалась библиотекой имени Герцена иностранного. После дома политпросвещения. А теперь там находится реконструированный корпус опорного вуза. Ну, инженериум, как его называют. Так ведь вот инженериум-то его отреставрировали все-таки, в соответствии с тем видом, который был при постройке тогда, в середине 20 века. И получилось, что и внутренний, и внешний вид здания, он полностью соответствует тому, что было раньше. Это высшее учебное заведение. Мы говорим здесь, у нас предмет разговора, это среднее учебное заведение. Значит, что можно делать хорошо? Можно делать в соответствии со всеми теми, устоявшимися традициями, которые есть вокруг этого здания. Причем даже в рамках тех бюджетов, которые выделяются для реставрации зданий. Едва ли там выделялись космические бюджеты. Но просто нужно желание, нужно стремление, нужно понимание, почему всего этого нет. Даже у тех, у кого это должно быть, у людей очень культурных, образованных, интеллигенции даже, можно так сказать. Это большой вопрос. Поэтому ситуация такая, что у нас еще грядет реконструкция лесопромышленного техникума. И страшно себе представить, что будет там. Мы пока не знаем там подробностей. Очень надеемся, что там не будет такого, потому что это здание, оно чисто по архитектурным особенностям, оно выдающееся. Оно выдающееся, оно в прекрасном месте находится. Да, оно находится в прекрасном месте, рядом с администрацией города. Это самое вот такое проходное место, там же рядом, золотая миля, все там бы, конечно, сохранить. Потому что вот больше у нас нет таких зданий уже. А если там все это покроют туалетной плиткой и сверху этот оставят в пиле, то я не знаю, что это будет. Это будет, по-моему, еще хуже. А вот мне интересно по поводу авиационного техникума. Там по кругу собираются облицевать плиткой-то? Или, простите, задница останется? Ну, обычно на заднице-то экономят у нас. Потому что гостиница «Ветка», как известно, западная эта часть. Нет, ее доделали уже. Доделали? Там в прошлом году еще часть, которая тыловая, со стороны парка, она осталась в том виде, в котором она была с самого начала, с постройки, да. И очень интересно, мы проводили нашу прогулку, у нас есть прогулка по южной части Октябрьского проспекта, и мы заводили людей вот туда сзади, как раз, со стороны аллеи. И вот показывали, вот так это выглядело раньше, вот так это выглядело сейчас. Конечно, было очень для меня грустно, когда закрасили графитто с барышней, потому что это один из символов города. Да и тоже это, там, идет отсылка к дымковской игрушке, да, ведь у нас есть барыня, да. Комплект открыток, город Киров, советский еще, там вот вид на памятник Кирова издалека, и вот здесь вот гостиница «Ветка» слева, и вот эта барышня, она тоже на эту открыточку входит, это очень красивый момент был. И это очень интересный пример, потому что вот с графитто закрасили, как бы с другой стороны, там еще есть мозаика, да, вот три важнейших фигуры в истории советской власти, рабочий, крестьянин, там изображенный солдат, и, насколько я знаю, я общался с некоторыми представителями архитектурного сообщества, с огромным трудом, но удалось эту мозаику отстоять, да, и вот посмотрите, сейчас облицованное здание новое, ну разве она портит этот вид? Наоборот, ну это же замечательно, и мне непонятно, почему такая позиция по отношению к этим элементам внешнего декора, да, неужели барышня с караваем, вот эта великолепность графитто в несколько этажей, ведь где-то еще нужно поискать подобное, да, в других городах, ну неужели она не украсила бы фасад новой гостиницы «Ветка», да, но, тем не менее, реконструкция была проведена, и она проведена была без учета тех особенностей, которые были раньше. Ну ведь, Антон, вполне возможно, что это, собственно, зависит уже от того технического задания, которое дает владелец здания, в данном случае, там, администрация города, или там, в случае образования, видим, все-таки администрация области, да? Ну мы об этом не знаем, то есть, поскольку это не прозрачный процесс, мы не знаем, какие цели преследовали, да, то есть, какое было техзадание, какая была цель. Потому что если речь идет о реставрации, это одно, если речь идет о реконструкции, это совсем другое, да, там, твори, выдумывай пробы, делай все, что угодно. Так и получается. Но эти понятия, они во многом сейчас размыты, да, то есть, там, где написано забор реконструкции или реставрация, там, по сути дела, может происходить все что угодно. Вот последний, примерно, улица Орловская, да, с домом Кушова, где был просто один дом, великолепный памятник Модерна, а сейчас уже вообще другой дом, просто там, он отличается, как небо и земля. И это разные вещи, нужно это тоже понимать. Нет, ну, самый характерный пример, у меня перед глазами на улице Блюхера, улица тоже такая интересная, там было старенькое двухэтажное здание, его полностью снесли, обвезли, сказали, реконструкция. Сейчас там большой торговый центр, ничего вообще общего с предыдущим зданием не имеющий, то есть, просто построенный новострой полностью, никак не связанный вот с окружающими вещами. То есть, вот тоже непонятно. То есть, эти слова, это просто фикция, по сути дела, такой симуляк. Еще звонок у нас есть, да? Ну, да. Добрый день, приветствуем вас, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Вот хотела бы задать вопрос к участникам дискуссии, может быть, кто-то тоже знает конкретную информацию. У меня просто вопрос такой возник. Ведь рисунок, вот этот эскиз, он появился в ВКонтакте. Ссылки при этом на конкретный источник эскиза нет. То есть, откуда, из каких, утвержден проект, не утвержден. Это точно, окончательно, бесповоротно? То есть, вы сомневаетесь в достоверности этой информации, в достоверности проекта, изображения? Ну, просто хотелось бы понять, что за источник. Вот я тоже ради интереса покопалась на страничке источника, и там сказано, что предоставил читатель. Но кто этот читатель? Ну, в случае с Крымом-то все сбылось. Ну, обычно эта информация, она так называемая инсайдерская информация. То есть, кто-то из сотрудников по дружбе тихонечко, негласно, эту информацию передает. Потому что, раз уж администрация не публикует заранее вот эти эскизы, то официально ее получить невозможно. То есть, она, можно сказать, закрытая получается. Ну, насколько известно, я просто попыталась найти на госзакупках, ведь это все-таки на федеральные средства делается. Попыталась найти на федеральных госзакупках этот заказ и не нашла. То есть, по-моему, проект еще не утвержден. Да, это был уже не утвержден, мы только будем рады. Но мы скоро получим информацию официальную, и обязательно сообщим на нашей станции и сообщим об этом. Вам спасибо. Спасибо. Ну, здесь можно вернуться к вопросу о том, что у нас многие вот такие проекты, они возникают вот именно, что непонятно из каких источников, да. То есть, конечно, это инсайдерская информация, строим Киров, но в большинстве случаев, я бы так сказал, 90% случаев у них информация верная. Они получают ее... К сожалению, верная. К сожалению, верная. Это просто уже та практика, которая сложилась. То есть, большинство зданий, о которых они ведут речь, это реально так и есть. Опять же, никто это не опроверг, да. То есть, обычно, когда появляется недостоверная информация, ее опровергают. Это же тоже практика, которая существует. И, в-третьих, вот послали запрос Эхо Москвы, были проведены тоже консультации. И, судя по всему, к сожалению, эта информация, она достоверна. К сожалению. Получается так, как и в итоге... Получается так, как получается, да. Но это вопрос, конечно, прозрачности. Как говорил Черномородин, никогда такого не было, и вот опять. — 211-101, номер нашего телефона. Вы еще можете дозвониться и высказаться по поводу реконструкции, как раз-таки, здания авиационного техникума. И вообще, что происходит в этом отношении в нашем городе. — Вот смотрите, Антон, ведь вы же постоянно участвуете в таких общественных обсуждениях и прочих. Всегда же, как бы, предлагается, что и администрации города, и администрации области, что давайте ребята все-таки вытаскивать эти проекты раньше, да. И вроде бы говорят, что мы идем на конструктивное сотрудничество. Почему все так вот остается на том же месте? В чем тут интереснее, могу понять. — На мой взгляд, в какой-то промежуток времени действительно было какое-то поступательное движение со стороны власти и общества к друг другу. Действительно, стало больше прозрачности. Проводились какое-то одновременно постоянные какие-то форумы, обсуждения. Вот тот промежуток времени, где-то 2014-й, наверное, год, 2015-й, когда опять вот этот посткрымский синдром, только по-кировски, да, когда вот после этой громкой истории действительно что-то начало сдвигаться с мертвой точки. — И между тем, что Крым уже не тот Крым, а наш Крым, который, да, на площади. — Торговый центр. — И действительно, что-то, какое-то движение было, и встречи были постоянные. И тогда в областном правительстве был человек, который это все курировал, и в городской администрации и так далее. Но, тем не менее, несмотря на все эти вопросы, несмотря на то, что как-то еще стеренки стали более-менее сдвигаться, но в конечном итоге, то, что вот мы видим на сегодняшний момент, то, что все заглохло, и дело с мертвой точки не сдвигается. И те проблемы, которые были тогда, они сохраняются, то есть никакой прозрачности решений нет, да. Сохраняется точная застройка, она никуда не делась, хотя многие областные и городские чиновники говорили, что мы ее победили. Владимир Васильевич Быков говорил, что у нас вообще нет такого понятия, да. Там депутат Журавлев говорил, что мы победили эту точную застройку. Но по факту она, как мафия, бессмертна, да, то есть невозможно победить. Она продолжается, и она, видимо, будет продолжаться, поскольку, когда на чаше весов, с одной стороны, стоят деньги для них, а с другой стороны, город, его культурная, какие-то наши святыни, да, наша история, наша архитектура, окружающая среда побеждают то, что стоит на первой, видимо, чаше весов. Это мое, как бы, оценочное мнение, потому что я вижу, вот, что происходит так. А тут другого объяснения не придумать просто. Непонятно совершенно, да, то есть в конечном итоге мы видим, что все эти язвы, которые были, это и проблемы с тем, что фасады далеко не украшают бесконечная череда рекламы, да. Это как было, так есть, хотя нам обещали, что там, мы разработаем дизайн-код. Ребята разработали дизайн-код, относили тоже в администрацию. Перескоков посылал какие-то сигналы предыдущей главы администрации, что мы там по-бокатински одну улицу там отделом, еще что-то. Ну, такие были разговоры и какие-то кулуарные встречи. Ну, довольно-таки громкие разговоры были, да. Но в итоге то, что было, то и осталось. Реклама стала еще больше. Еще больше. В городе Кира встречаются совершенно удивительные вещи, которые я не видел нигде. Бегущие строки на зданиях, да. Здания, которые на 80-90% заклеены рекламой. Даже те, которые входят в реестр различные, да. У нас здания исключают из реестров памятников истории и культуры. У нас их облицовывают так, что эти здания невозможно узнать. В конце концов, у нас их сносят, и последний тренд, это их сжигают. Жгут, жгут. Но это не самый последний тренд, это тоже было давненько уже. Да, это, конечно, было, но в таком количестве это вот последнее время. Вот так достойчиво одно и то же здание давненько сжигали. В последний раз сгорел китайский домик, и мне кажется, что, выражаясь языком Киселева, совпадение, вот не думаю, что это так. При том, что тоже вот летом представители чиновничества говорили, что ну забором хотя бы обнесем и так далее. Ну такое ощущение, что, в общем-то, не хватило досок, что ли, для забора и так далее. То есть даже консервации объектов не происходит. Все равно сгорят, зачем их тратить? И все вот это вместе, все это вместе создает вот такой вот как раз, опять же, фон для людей, которые гуляют по городу. Все-таки большее число людей, они по городу гуляют и ходят, передвигаются пешком на общественном транспорте. Не все смотрят из окон своих роскошных автомобилей. Из окон и то ведь. Но даже из окон это видно, если не смотрят. Соответственно. И эти проблемы, они носят системный характер. И я вижу, что они не решаются, и они не сдвигаются с мертвой точки. И только какие-то декларации постоянно, что в ближайшей перспективе, в дальнейшей перспективе. Через пять лет будет город-сад. Там когда-то и так далее. А мы сколько раз уже слышали. Но город-сад остается какой-то утопией, превращается в антиутопию. Ну да. Хорошая, яркая получилась программа, выплеснули эмоции. Антон Касанов выплеснул. Наши слушатели, да, прекрасно. Подводя итог, сказать надо, что, в общем, неравнодушных людей много. Неравнодушных к тому, как люди еще что-то могли изменить. Да. Вот вопрос в чем. На этом программа «Дневной разворот» завершена. Культ поход. Ровно через 20 минут мы не прощаемся. Спасибо.